Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот эта девушка, которая погибла в лесополосе города Каменск-Уральский. Вы знаете, что она приехала на последней электричке. Написала сообщение, прошу меня не убивать, не насиловать, мне нужно дойти до дома. Мы видели все с вами кадры, как за ней едет длительное время велосипедист. Его задержали, арестовали. Он прошел полиграф. Сначала говорил о том, что пути их случайно сошлись. Потом, что он действительно увидел, что ей стало плохо, она легла на правый бок. Взял телефон, прикопал его там где-то. По-моему, зовут его Эдуард Голиков. Дело все в том, что меня вчера поразила абсолютно эта новость. Я думаю, что она поразит многих. Дело все в том, что предварительная причина смерти 16-летней школьницы, тело, которое нашли в лесополосе Каменск-Уральского, об этом сообщили очень многие СМИ, удушья, асфиксия. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования, пишут СМИ. Предварительной причиной смерти названа асфиксия. Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы, передает слова источника комсомольская правда Екатеринбург. Друзья, означает ли это? Во-первых, это предварительная причина, нужно сразу оговориться. Все-таки нужно дождаться окончания расследования. Здесь журналисты, вы знаете, имеют все свои какие-то источники везде. И это перепечатали все. Если предположить, что предварительная причина, которую озвучивает некий источник, знакомый с ходом расследования, удушья, то, собственно говоря, я так понимаю, асфиксия, она не может быть... Человек выпил, у нее много кофеина нашли, она задохнулась. Это именно физическое воздействие, когда человека душат. Асфиксия. Но, насколько я понимаю, там же должны какие-то следы оставаться на шее. А насильственных следов уже вроде как не было. В общем, пока ситуация непонятная. Но в этом случае, конечно, картина приобретает совершенно иной, скажем так, оборот. Вот такие новости, друзья. Потому что с самого начала, вы знаете, сказали, что у нее какой-то синтетический препарат, которым она отравлена или еще что-то. В общем, довольно интересная, запутанная история. Но вот такие новости. Что думаете на сей счет, друзья? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещенограм. Успехов, здоровья, все пока. До встречи.